Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. Разрешите представить гостя. Глава Щелковского муниципального района Алексей Васильевич Валов сегодня у нас в студии. Добрый вечер, дорогие щелковцы. С удовольствием принимаю участие в этой программе и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Расскажу перспективы развития Щелковского района на ближайшее время. Спасибо. Вопросы можно задавать по телефону прямого эфира 56 714 40 714 50. Звоните, пожалуйста, в ближайший час в вашем распоряжении. Кто не дозвонится или вопрос не попадет в эфир, там дежурят помощники Алексея Васильевича, которые запишут все вопросы, если вы оставите контактные данные. И обязательно ответ вы получите. Первый вопрос, Алексей Васильевич. Вот зрители не дадут соврать. Сколько я вас уговаривала, просила, чтобы вы почаще приходили в эфир хотя бы раз в квартал. И как только перестала уговаривать, вы вот изъявили желание прийти в не совсем обычное время к нам в студию. Почему? Потому что возникла потребность пообщаться перед Новым годом по части с жителями. Мы достаточно провели сложный период в жизни Щелковского района. Он заключается не только в изменении организационной структуры Щелковского района, не в изменениях вокруг благоустройства, не в изменениях во многих сферах деятельности. Он в первую очередь, конечно же, виден в сферах взаимоотношений друг с другом. И поэтому я решил немножко почаще встречаться. По одной простой причине. Я хожу по улицам города частенько, или один там, или со своими коллегами. И уже как больше и больше жителей начинает со мной здороваться. Я с таким удовольствием отвечаю и сам с ними здороваюсь, что понимаю, что такой вот диалог, когда ты с ними здороваешься и видишь взгляды жителя направлены на тебя. Или этот взгляд доброжелательный, или недоброжелательный. Если я вижу больше недоброжелательного взгляда, чем доброжелательного, то, соответственно, я понимаю, что-то недорабатываю. Поэтому надо выходить в прямой эфир, разговаривать, получать проблемы, получать вопросы для того, чтобы более предметно работать над их решением. Спасибо. Разрешите прислушаться к вашим пожеланиям и взгляд жителей предлагаем вам увидеть непосредственно в прямом эфире. Мы не стали нарушать нашу традицию. У нас на улицах города дежурят наши съемочные группы, работают наши корреспонденты, которые предлагают прохожим задать вам вопрос. Попробуем сейчас связаться. Одна из наших камер установлена на набережной у Старого моста. Мой коллега Михаил Налетов. Добрый вечер. Итак, мы находимся на набережной, новой набережной, даже имя которой еще не присвоено. За моей спиной Старый мост, а за ним новая набережная из белого камня. И вот первый вопрос у нас будет о благоустройстве. Пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Строительство нашей набережной идет очень активно. И я хотела бы вас спросить, когда закончатся все строительные работы и набережная будет открыта для прогулок? А также, что вы будете делать со Старым мостом? Добрый вечер. Мне бы хотелось сказать... Пожалуйста. Добрый вечер. Мне бы хотелось сказать, что строительство общественных зон притяжения, рекреационных зон так называемых, это вошло уже в бренд городской поселения Щелкова и всех других поселений Щелковского района. Мы реанимировали Старую набережную по правой стороне Клязьми в этом году, если заметили. Конечно, не до конца. Но мы ее доведем до логического завершения. Сделали перекидной мостик в этом году. Кстати, на нем будет елка стоять. И, соответственно, будет определенная зона притяжения духовного всех жителей, которая будет гулять и с той стороны на набережной Серафима Саровского, и с этой стороны на новой набережной. Вот следующий, который за мостом идет, набережная, мы сдадим, конечно же, в этом году. Останутся там немножко работ по гарантийным письмам. Это работа так называемой зеленки. То есть посадить деревья и отгазонировать. Эти работы мы выполним в следующем году, как только наступит теплая погода. Остальные работы будут выполнены в этом году. По мосту непростая ситуация. Мост находится на балансе у банка открытия. Мы с ними предметно работаем для того, чтобы они передали нам от мост. Но они говорят, что пока не могут передать, потому что он является энергомостом для них. Мы, дожидаясь, пока нам передадут старый мост, начали реанимировать пешеходный мост рядом. Если вы заметили, там идут работы. И в этом году он тоже будет сдан для того, чтобы пешеходы могли пойти по нему. Потом мы закрываем старый мост и продолжаем непростую правовую процедуру, чтобы забрать этот мост себе. После того, как мы заберем этот мост себе, мы, соответственно, имея те конструкции, которые были ранее приготовлены, соответственно, отремонтируем и его. У нас строится второй мост. Вы знаете, в районе Ульсфабричное, через реку Клязьма. Это тоже будет такой объект, знаковый для города. И он позволит нам снять транспортную зависимость центра от потока машин. Мы предполагаем, что 15-20 процентов, в том числе основная часть грузового транспорта, плюс часть легкового транспорта пойдет через новый мост. Это будет буквально в третьем квартале, мы должны закончить, в четвертом квартале сдать его эксплуатацию. И путем еще того, что мы обозначили перед губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, острой и отстрейшей проблемы в Щелковском районе, презентовали надземный переход на, как я вам не раз уже говорил в диалоге в прямом эфире, это вот Заречная, Талсинская, Фряновская шестца и Пролетарский проспект. Если мы построим надземный переход, мы еще больше увеличим пропускную способность от перекрестка. И, наконец-то, я перестану в соцсетях получать такие негативные отклики от жителей о том, что город стоит. Нам бы хотелось, чтобы это произошло к концу следующего года. И я уверен, что мы сделаем все возможное, что в концу следующего года, наконец-то, появились положительные отклики. Что касается той набережной, которую мы построили за мостом. Набережная достаточно протяженная, порядка 800 метров. Сделано, если вот даже взять, как мы ее делали, когда мы вышли на набережную и хлама одного вывезли, а тут порядка шести камазов, это старые бутылки, мусор там и все остальное. Мы понимали, там вот правильно Алексей Юрьевич Воробьев, у нас есть такой архитектор, вот он правильно принял решение, что именно там надо делать благоустройство. И, соответственно, грант по формированию современной комфортной городской среды был направлен на строительство этой набережной. И после того, как мы его построим, соответственно, там будет достаточно места для того, чтобы не только был семейный отдых, отдых для мам, отдых для людей с ограниченными возможностями. Мы там создаем полностью ту среду, доступную среду, которая будет комфортна для всех. И, соответственно, мы создадим там все возможное, чтобы на этой набережной... Дело в том, что, сами понимаете, на улице Парковой мы планировали не раз, чтобы там выступали какие-то самодеятельные коллективы, чтобы там были какие-то там кафешечки безалкогольные и т.д. Понимаем, будет недовольство жителей на Парковой, потому что рядом дома, и если там будет какой-то шум, то жители будут жаловаться. А на этой вот набережной, там, конечно же, у нас будет размах творчества, размах того созидательного порыва именно по тому, чтобы отдых был более комфортным. Будут и кафешечки, и самодеятельный коллектив выступать, и выставочки, и все остальное, как бы мы там спланируем. Я уверен, что она будет желанным местом для многих жителей Щелково. Такие вот места создает у нас и глава сельского поселения Медвежоозерской Канахи Владимир Николаевич, и глава сельского поселения Огудневского Сорокин Николай Алексеевич, и городское поселение Фрианово создает такие же общественные пространства для притяжения всех жителей. Ну и мы продолжим дальше эту работу. Сейчас идет проектирование, чтобы вы понимали, что мы не останавливаемся, сейчас идет проектирование улицы Пушкина, от сквера Пушкина и до железнодорожной станции Воронок. Там тоже будет достаточно хорошее создано пространство для всепогодного отдыха, то есть закрытое будет пространство с крышей. И там тоже, думаю, мы кафешечки поставить, и пекаренки поставить, и какие-то бутики поставить, для того, чтобы люди не только отдыхали, но заходили, чем-то любовались, что-то там перекус какой-то легкий делали, наслаждались общением друг с другом, ну и наслаждались отдыхом. Вот такие у нас как бы на данный момент перспективные цели задачи. Но во всяком случае, вы должны понимать, что в городе создано уже пять общественных пространств. Это набережные юности, до меня была создана набережность Росина-Саровского, Парковая улица, сквер Пушкина, набережные, которые сейчас мы строим. И все это благодаря тому, что мы работаем такой тесной, спаянной, сплоченной командой, нацеленной на то, чтобы жителям жилось комфортно. И спасибо, еще раз говорю, губернатору, нашему Андрею Юрьевичу Воробьеву, что он непосредственно участие практически во всем принимает. Спасибо. Спасибо, Алексей Васильевич, спасибо Михаилу и собеседникам. Да, мне бы хотелось сказать, что формирование проекта этой набережной принимали участие жители. Да, безусловно. И порядка 55 тысяч человек проголосовал именно за этот вариант набережной. Поэтому, если я получаю в соцсетях, что там что-то не так, что там как бы не то сделали, я вам скажу честно, мы же формировали все это, исходя из мнения жителей. И строим, исходя из того, что получили от них одобрение. Алексей Васильевич, я по этому общественному пространству, с вашего позволения, еще несколько вопросов дополнительных задам, которые вы мне озвучили. Там два мостика пешеходных, так называемые в городе Технотканский и ШТФ, которые сейчас старые, деревянные, ну один не очень старый, но тем не менее, они не отвечают облику новой построенной набережной. Вы говорили, что они тоже в планах есть, но вот какие-то не есть. В планах есть, но... Очертания какие-то есть, более осязаемые. В планах есть, но я боюсь, что не на следующий год. Но тем не менее, закладные под новые мостики мы уже предусмотрели в проекте. То есть там есть как бы бетонное основание, на котором будем уже наслаивать следующий мостик, который будем реконструировать и делать его, конечно, в более художественном, эстетическом смысле и в комфортном смысле гораздо выше по уровню. Это будет обязательно. Я думаю, что в следующем году мы их отпроектируем, а в 2020 году эти мостики как бы реанимируем уже в другом исполнении. У нас получается, вы знаете, там будет мостик возле техноткани, возле ШТФ будет мостик. И, соответственно, когда мы откроем наш старый добрый мост, там уже пешеходный тоже пойдет. Вот, да, это тоже я хотела уточнить. Большой соблазн транспортное движение открыть. Как бы ни обижались жители, открывать не будем транспортное движение. Мы сделаем все возможное, чтобы разгрузить перекресток. Я уже говорил, вот этот центральный перекресток Пролетарский, Фрянова, Талсинская, Заречная. Но там не будем открывать. Все-таки мы создали переходящую из одной в другую возможности жителей отдыхать. Вот они, предположим, начали с набережной юности, пошли, перешли на набережную Серафима Старовского погулять. По мостику перешли, по этому, по второму, и потом третий еще сделаем. Перешли на правую сторону отдохнули. Под мост пошли, пошли по набережной. Дошли, перешли на сквер Пушкина. Там тоже будет, вот этот кусочек будет сделан ульц Пушкина буквально в следующем году. Погуляли по скверу Пушкина, пошли на улицу Парковая. А захотели, пошли, пожалуйста, по улице Пушкина, которая тоже будет отреконструирована. И сделана уже, как я уже сказал, в закрытом пространстве, таком красивом, для того, чтобы в любую погоду можно было гулять там. Соответственно, вот получается такой, как бы, внутренний наш Щелковский туристический маршрут. Я думаю, что мы эту практику на все поселения распространим. Потому что везде, в каждом поселении должны быть такие маршруты, где не только какой-то кусочек для прогулки есть, а именно та территория закольцованная, где людям комфортно, любому возрасту будет комфортно гулять по этим общественным пространствам, которые переходят из одного в другое. Все классно, здорово, Алексей Васильевич. Спасибо вам от всех жителей Щелкова, от меня тоже. За реанимацию идеи с надземным переходом, наверное, вам вообще весь город спасибо скажет. Но, вот есть одно но. Вот смотрите, все-таки идея была, Ирина Геннадьевна, перебью, извините, но я скажу. Идея была подземный переход. Но она была разная. Подземный переход. Потом, когда мы прочитали геологию, там получается 9-11 метров глубины. Ну куда это? Куда это 9-11 метров? Конечно, надо делать надземный переход, крест такой поставим. Ну, как бы и рядом храм, и крест будет там нормально. Это будет, мне кажется, гармонизировать. Так вот, один большой минус, два больших минуса в этом во всем. Это два недостроя Щелковских, которые, ну, все портят. Практически каждую неделю, ну, раза три в месяц я встречаюсь с потенциальными застройщиками. Те, которые хотят взять и гостиницу достроить, и дом этот достроить, и, соответственно, благоустроить территорию вокруг. Непростые переговоры проходят, мы готовы во всем помочь, но потом, в следующий этап, они идут, конечно же, в банк открытия. Банк открытия выставляет свои требования, которые неподъемные для этих застройщиков. Они понимают, что экономика после этого нулевая, а может даже минусовая. И они не идут. Вот сейчас опять началась непростая работа над тем, чтобы очередной застройщик, очередной инвестор зашел, в первую очередь, конечно же, на дом. Ну, дом надо достроить, потому что через год-два он начнет рушиться, и это потом придется все сносить. А это же, сами понимаете, что такое снести дом. Я думаю, что все-таки банк открытия немножко недальновиден. С каждым годом этот дом теряет свою, как бы, номинальную стоимость. Конечно, надо побыстрее. Да, гостиница тоже теряет, тоже без отопления стоит. Ну, в гостинице хоть и закрыт, там контур весь, там, может быть, только температурные какие-то, будем говорить, разрушают немножко конструкцию. Ну, и то, как бы, вряд ли, потому что идет равномерное охлаждение, равномерное нагревание, как бы. А вот по дому, сами понимаете, там открыт, соответственно, контур, там идет, будем говорить, интенсивное разрушение всех элементов этого дома. Поэтому я думаю, что банк открытия буквально на этой неделе в пятницу с ними встречаемся, и на следующей неделе еще в среду, в четверг встречаемся с банком открытия, плюс с приглашением этого инвестора для того, чтобы, в конце концов, выйти до строя этого дома. Был у нас инвестор, ну, он, опять же, пошел в банк, Атагикиан, вы знаете, фирма Грант, он пошел в банк открытия, и ту цену, которую они за него попросили, его не устроило, он ушел. А эти, вот, с понижением, как бы, согласны заходить. А банк открытия знает о требовании губернатора снести все, ну, ликвидировать недострои в Московской области? И что он может всего лишиться? Вот, чтобы снести этот дом, мы посчитали, там такие деньги нужны, и в любом случае, даже если мы пойдем по этому пути снос, это будет, наверное, немножко неправильно. Все-таки хороший дом, он, как бы, планировался как украшение центра города, а мы сделаем из него, как бы, Сталинград. Давайте все-таки подумаем, давайте подумаем, все-таки, как бы, правильно подойти к тому, чтобы договориться с банком открытия о его реанимации, о дострое этого дома. Поэтому, как только вот инвестор окончательно договорится по цене с банком, соответственно, Минстрой выдаст разрешение на строительство, и достроим этот дом, и я уверен, что и гостиницу. Разные там прорабатываются варианты по гостинице, но, к сожалению, все великие дела не делаются так быстро, и приходится, вот, как бы он строился долго, это гостиница, дом, а теперь придется также долго искать того, кто его достроит. Спасибо, а удачи вам в решении этого непростого вопроса. Я приношу, наверное, извинения перед коллегами, которые сейчас мерзнут на улице Парковой. Да, и в этот раз, да, другая наша вторая съемочная группа мерзнет на улице Парковой Наташа Медведева. Простите нас, пожалуйста. Добрый вечер, Наташ, тебе и твоим собеседникам. Мы готовы выслушать вопросы. Спасибо большое, что дождались нас, да, извините, чтобы вот так вас заставили мерзнуть. Слушаем. Да, добрый вечер, Ирина, добрый вечер, Алексей Васильевич, ничего страшного. Добрый вечер. И сейчас мы действительно находимся на улице Парковой, и со мной два очень активных жителя Щелковского района. Я знаю, у них интересные вопросы к главе. А начнем мы с Виктора Павловича, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктор Павлович Рябухин. Я житель микрорайона Щелково-4. У меня вопрос про доначисление оплаты за отопление. Должны ли мы оплачивать это доначисление? И вообще, как это, во всяком случае, произошло? Спасибо. Второй вопрос мы чуть позже послушаем. Ситуация непростая по доначислениям, так по называемым долгам за коммунальные услуги. В чем заключается эта непростая история? Я так понимаю, что прежняя организация ЕИРЦ и Мособл ЕИРЦ привезли сверку. И РКЦ Щелкова, которая была. Ну да, да. И РКЦ Щелкова была. И, соответственно, Мособл ЕИРЦ привезли сверку. И откуда-то надумали мифические эти суммы. Я, соответственно, сразу обратился. У нас уже известный как бы следователь, журналист по этим вопросам, Ирина Геннадьевна. Я говорю, Ирина Геннадьевна, проведи, пожалуйста, журналистское расследование независимое. Она достаточно серьезно проводит расследование, вскрывает все проблемы в любой управляющей компании, в работе любого предприятия муниципального. Я доверяю ее расследованиям и доверюсь ей в этот раз, чтобы она все-таки каким-то образом нашла истину. Это очень непросто, потому что правоохранительные органы работают по заявлению. А это журналистское расследование абсолютно нормальное, независимое. И оно позволит нам уточнить истину. Но, тем не менее, мне бы хотелось сказать, что прокуратура уже вмешалась в это дело, и уже есть прокурорское представление о том, что это доначисление на данный момент незаконно. Я встречался с руководством Мослубыгирца и сказал, не смейте больше выпускать в платежках долги. Создавайте, пожалуйста, отдельные платежки, и жители должны понимать, у них есть долг. Такое-то время, может быть, они найдут для того, чтобы прийти в Мослубыгирца и разобраться. Они представят платежные документы, по которым они платили, и снимут, тем самым, снять проблему. Но, понимаете, на данный момент они представили мне эту проблему в количестве 46 миллионов. То, что был такой период, когда ЕРКЦ переходил в Мослубыгирц, и за это время кто-то недоплатил. Я знаю, что там есть много недостатков выставления этих долгов. Но мы до конца, до истины доберемся, даем слово. Доберемся, да, могу добавить. Но не совсем они незаконные, эти доначисления, там на самом деле ресурсоснабжающая организация. Пока не разберутся с Мослубыгирцем, представив оправдательные документы, можете никому не платить. Вот именно так. Сейчас все стрелки, скажем так, все направления, они сходятся на Мослубыгирце, к которому претензии-то и адресованы. Но их официального комментария мы пока не получили. Я могу сказать, что у них на сайте опубликован пресс-релиз от 1 ноября. Вот можно его посмотреть. Но это пока все, чем мы располагаем. Пресс-релиз что говорит Мослубыгирца? Он говорит о том, что есть долги по статье отопления за ноябрь-декабрь 2015 года, как раз когда Мослубыгирц зашел после ЕРКЦ Щелкова на расчеты. Но мы помним, какая там была ситуация. Там действительно было много проблем. Жители по тысяче человек в день приходили, стояли в очереди, чтобы разобраться. Ну да, возможно, и были эти недоплаты какие-то. Я со своими квитанциями тоже оказалась в числе этих пострадавших, кому выставили дополнительные долги. Не могу сказать, что даже в своей ситуации я разобралась на 100%. Но если мне докажут, что я недоплатила, разумеется, я дисциплинированный платежчик, я все заплачу. Но мы постараемся объяснить это все-таки нашим жителям, потому что дело не только во мне, а дело в практически 11 тысячах лицевых счетов потребителей. Мы этим занимаемся. Мы очень многие проблемы решили. Делаем комментарии от руководства. Очень многие проблемы решили и в районе, и в городе. И практически дальше их решаем. Я думаю, что, уверен, что эту проблему мы тоже решим. Я об этом говорю, кстати, уже, наверное, на прямом эфире раз в четвертый-пятый. Но мы неуклонно сокращаем количество управляющих компаний, которые навалились на Челковский район. Было 53, сейчас 35. И мы планируем до конца года довести там максимум до 28. А дальше в следующем году опять будем таким же образом работать, чтобы жители выбирали только дееспособные, добросовестные, порядочные компании. Но это веление времени. Единственное, как получается, что закон иногда на стороне стоит недобросовестных управляющих компаний. И они этим пользуются. Ну, потихонечку, полигонечку выстраиваются, вы знаете, требования к этим управляющим компаниям. Ввели там и одну звезду, и две звезды, и три звезды, и четыре звезды, и пять звезд. Поэтому с одной звездой уже ни одной управляющей компании на территории Щелкова не работает. Их было две, мы их, так сказать, переголосовали, убрали. Потом мы берем с двумя звездами, тоже, как я сказал, уже доведем до такого количества в декабре этого года. А дальше сделаем так, чтобы в управляющей компании были там четыре звезды минимум работы на территории. Так бывает, что все-таки хитросплетение смены управляющей компании зависит тоже от жителей, от их позиции. Заходит какая-то управляющая компания с какой-то там тьму таракани или с Москвы, собирает каких-то пять-шесть человек в этом доме, дает им определенные суммы и говорит, так, товарищи, вы должны организовать работу в этом доме по переголосованию. Товарищи говорят, решим, давайте, спасибо вам за то, что нам вознаграждение такое дали. И начинает переголосовывать на эту непонятную управляющую компанию. А эта непонятная управляющая компания, если вдруг она еще не сфальсифицировала протокол голосования, она ничего в этом доме не делает после этого. Она просто собирает деньги и не организует качественно обслуживания квартирного дома. Ну, соответственно, уборку его. И вот на данный момент мы все больше и больше домов, особенно старого такого ветхого фонда, переголосовали на новую компанию МПДС ЖКУ. Да, она работает тоже не особенно. Но мы, тем не менее, взяли лучшего, одного из лучших директоров управляющих компаний, жилосервис от Абатана Знакова Альца Анатольевича, и поставили его во главе ДЭЗа. Коль справился с небольшой управляющей компанией, будь дописправся с более такой обширной компанией, где достаточно много фонда ветхого и, соответственно, аварийного. Вот он согласился, сейчас, думаю, и здесь результат тоже будет. Вы его все знаете, как он относится, добросовестно к исполнению своих обязанностей. Хотя у него тоже недостатки есть. Есть, и жители жалуются, и мы реагируем на это. А они на улице мерзнут. Спасибо. Наташа Виктор Павлович, мы послушаем второй вопрос с улицы Парковой. Еще раз извините, что заставляем вас ждать. Но я надеюсь, вы получили исчерпывающую информацию по вопросу. Да, спасибо большое за ответ. У нас, на самом деле, еще один не менее важный вопрос задаст его житель Медвежьих озер. Пожалуйста, Николай Григорьевич. Здравствуйте. Я Карпенко Николай Григорьевич, житель Медвежьих озер. У меня вопрос про преобразование в городской... Что нас дальше ждет? Имеется в виду городской округ. Вот, пожалуйста, расскажите об этом. Городской округ – это обозначение форм управления. Никакой за собой нагрузки такой, чтобы он там изменится, не несет. Сокращается количество чиновников, сокращается количество депутатов. Но, во всяком случае, Владимир Николаевич Канахин займет достойную должность. Которая позволит им не только управлять территорией Медвежьих озер, но и достаточно большим другим сегментом работы в сфере ЖКХ. Он согласился на это и будет курировать, будем говорить так, плотно курировать Медвежьи озера. Мне бы хотелось сказать, что вот в результате этих всех преобразований в городской округ мы освободим порядка 80 миллионов. Когда мы объединяли администрацию городского поселения Щелково и Щелковский район, вы увидели, как произошел прорыв в городском поселении Щелково. Объединяя все в один городской округ, мы получаем дифференциацию. То есть у нас есть бюджеты поселений, городские, сельские, которые не тянут вообще никакого развития. Мы не можем по ним ни одной муниципальной и государственной программой сформировать, потому что у них софинансирования нет никакого. А нам необходимо сделать все возможное, чтобы по нормативам любая территория могла получать эти программы. Соответственно, мы планируем открыть еще ряд фоков в Африаново, в Медвежо-Озерском сельском поселении. Вы знаете, что там вот от того, что есть бюджет в Медвежо-Озерском сельском поселении, мы практически этот бюджет превысили путем бюджетных ассигнований и строительства практически в два раза. Там построили два детских сада, сейчас строится пристройка на 245 мест к школе. Там, соответственно, на благоустройство очень много сфинансирования с области пришло. Сейчас планируется в новом городке строить школу. То есть туда идут непрерывные вливания бюджетных средств в решение реализации государственных программ. И Медвежо-Озерское сельское поселение ни в коем разе не пострадает. Потому что там у вас останется, как Владимир Николаевич мне сказал, кто останется, дееспособный руководитель территориального отдела, который будет продолжать дело развития Медвежо-Озерского сельского поселения. А вот количество депутатов, количество чиновников значительно уменьшится. И тогда освобождаются эти деньги. Поэтому раньше, когда вот совсем было плохо, совсем было плохо, я не хочу как бы даже скрывать этого, чтобы власть не была рядом с населением. Поэтому вот 131 ФСР предусмотрел разделение на городские и сельские поселения. Теперь мы все рядом с вами. Мы в любое время приезжаем, проводим приемы, проводим встречи с жителем, получаем вопросы, отвечаем на них. Планируем государственные и муниципальные программы на территориях. И, соответственно, поддерживаем их и сопровождаем. Мы же практически каждую неделю приезжаем на эту школу Медвежо-Озерского вместе с Владимиром Николаевичем. Но основная, понимаете, вот как бы нагрузка лежит на район администрации, вот строительство всего этого. Сейчас у нас всплыла там еще проблема по Восточной Европе микрорайону. Опять же, все вопросы регулирования достроя этого микрорайона опять лежат на районной власти с помощью Владимира Николаевича, который в свое время, конечно же, задумал очень правильный, будем говорить, сегмент дополнительной доходной базы в бюджет поселения. Но вот на данный момент все это заглохло. Из девяти домов сдано шесть. У них отсутствует, соответственно, отопление, у них отсутствует нормальное водоснабжение, у них отсутствует водоотведение, электроснабжение, и то заплатить никак не могут. И вот все это мы регулируем. Поэтому вот эти два уровня муниципального управления, в любом случае, они уже дают дополнительную нагрузку. Житель приходит к себе в муниципалитет, в медицинское поселение, ему говорят, вот сейчас мы поедем там в район и там решим. Потому что это их как бы полномочия. Он должен от начальника территориального отдела получать стопроцентный ответ, что это будет решено вот буквально короткое время, потому что теперь это является уже его полномочиями. И он не будет там на первый уровень перебрасывать эту проблему. Очень много снимется вопросов. Я знаю, как вы любите Владимира Николаевича. Я его люблю. Мы с ним эти четыре года бок о бок работаем. И никто его как бы с вот этой вот линейки руководителя не освобождает. Ему наоборот дополнительные нагрузки даем. Для того, чтобы и сельское поселение Медвежодерское процветало, и, соответственно, процветал Щелковский район. И опять же, мне хотелось сказать, что все сельские льготы сохраняются. Никаких там не будет ущемлений в этом плане. Спасибо. Спасибо, Наташа. Спасибо твоему собеседнику. Идите, грейтесь. Но я вот все-таки продолжу вопрос немножечко. Основные страхи в связи с преобразованием в городской округ у людей, это, наверное, слово городской отпугивает. И боятся, что все застроят многоэтажными домами. Боятся, что повысятся налоги. Боятся, что, ну, наконец, в связи со сменой названия придется документы менять. Там паспорта и все остальное. Как вот это объяснить? Вот мифы и реальность. Вот это все мифы. Арилинс такая ничего не изменится. Все как было, так и будет. Единственное, изменится только сам принцип управления. Будет одно уровень муниципального управления. И на местах будет, я уже сказал, территориальное отдело. Налогоблагаемая база, она будет единой для всех и не будет меняться. Автобусное сообщение, пассажирское сообщение значительно понизится. Потому что не будет уже муниципально, а будет как бы внутреннее. Что еще там? Какие еще мифы? Застройка налоги. Застройка вообще ни о чем. Вообще ни о чем застройка. Потому что есть генеральные планы. Есть проект застройки землепользования. В Медвежо-Озерском там целое восстание было. После того, как узнали, что есть какие-то планы построить на месте. Как заезжаем в Медвежо-Озерское. Там справа новый городок. Лес какой-то. Лес. Я категорически сказал, уважаемые жители, этого никогда не будет. Не будет этого ни в Загорянке, не будет этого ни в Медвежо-Озерское сельское поселение. Смотрите. Какая сейчас мысль губернатора. Чтобы вы понимали и принимали мою тоже позицию. Хватит строить нового жилья. Жилье будем строить только для того, чтобы расселить непригодное для проживания и аварийное жилье. Все. Новостроек там, где отводили какие-то земельные участки. Где уже прошли какие-то геологические работы. Для изучения подосновывания этих земель. Для того, чтобы строить. Не будет. Только ДРЗТ. Только Курты. Но нового строительства не будет. Хватит Московской области людей. У нас еще не создана под дополнительный ресурс этих людей транспортная логистика. У нас не создана, будем говорить, логистика по пешеходному движению. У нас не созданы рабочие места. Самое страшное, что не созданы рабочие места. Куда строить дома, если у нас нет притяжения мест. Я имею в виду рабочих мест. И если взять, когда я пришел и уточнил статистику, 167 предприятий на момент моего прихода прекратило существование на территории Щелковского района. И в этом году мы подвели итоги и увидели, что мы создали порядка 17 предприятий. Это технопарки, индустриальные парки, ИП, микро-малый и средний бизнес. 22 тысячи рабочих мест за 4 года. Это достаточно большой, я считаю, результат. И осталось нам, было 48, 22 сейчас заполнено, осталось у нас 26 тысяч рабочих мест. Мы в следующую пятилетку этот вопрос решим. Потому что есть заделы и по Восточной промзоне, есть заделы и по Соколовской промзоне, есть заделы у нас и по Фрианово, есть заделы у нас по Огуднево, где мы будем строить огромный индустриальный парк Синергии. 90 гектар там будет под это отведено и уже работа ведется полным ходом. Там мы планируем создать порядка 20 тысяч рабочих мест на этих землях. И здесь вот я был буквально недавно, мы открывали часть технопарка, называется индустриальный парк, технопарк. Там 600 рабочих мест создано в течение года. И плюс еще планируется в следующем году 300 рабочих мест. То есть вот эта работа очень важна, чтобы станции все наши с дорожной не были загружены нашими уважаемыми щелковцами, которые едут в Москву для того, чтобы получить работу. Это же будет все комфортно, понимаете? Вот ваш дом, ваша квартира в этом доме, выходишь, нормальная благоустроенная дворовая территория, выходишь в зоны общественного притяжения, рекреационные зоны, парки и все скверы, которые мы будем каждый год строить, каждый год наращивать, для того, чтобы жители понимали, для них создано все, чтобы жизнь их была комфортно, гармонично. А поэтому о застройке вообще разговора можно не вести. Спасибо. Вот я вот спрошу все-таки про так называемых обманутых дольщиков. Вы уже начали про Восточную Европу говорить? Не то, чтобы обманутые дольщики, но проблемы есть серьезные. Есть у нас Литвиново-Сити. Сколько лет уже проблема тянется, и решение пока еще такое, оно достаточно абстрактное, не очень оно осязаемое. У меня вопрос в чем? Вы эти проблемы рассматриваете, поднимаете на стройчасах еженедельных. Почему не судебные органы решают эти вопросы, а муниципальные власти? Это же взаимоотношения договорные покупателя, собственности покупателя, имущества, недвижимости с застройщиком. А в итоге они приходят к вам, ой, нас обманули, помогите нам. Или к губернатору приходят с тем же вопросом. Почему? Понимаете, вот можно жить сердцем, можно жить языком. Мы обычно, когда видим так обманутых людей, живем сердцем. Мы понимаем, что им надо помогать. И мы будем помогать, и мы им поможем, в конце концов. У меня вот завтра опять же встречи. Нашлись как бы инвесторы, опять боюсь глазей, те, которые хотят достроить этот дом. В Литвиново? Плюс, да. Плюс они хотят еще там в Литвиново взять нескольких участков, их построить для того, чтобы компенсировать свои затраты. И плюс у них есть еще там порядка 10 гектар. Они тоже готовы построить там Литвину, пусть строятся. Единственное, то, что мы как бы в голову угла поставим по Литвину, это создание рабочих мест. И будем над этим работать, чтобы инвестировать для создания рабочих мест. А то, что Виктор Николаевич Углово просто молодец. Он оживил это поселение. Если вот буквально пересекаем границу, да, Владимирской области, вот просто ради интереса проедите, посмотрите, как все там рушится. У нас этого нет. Мы все-таки делаем все возможное для того, чтобы Московская область развивалась гармонично от центра, будем тебе говорить, примкадье, так называемое, вплоть до Щелковского района, который граничит Владимирской областью. И это будет. Соответственно, мы решим проблему обманутых дольщиков. Нам Минстрой помогает. Единственное, Минстрой обеспокоен тем, что зайдет недобросовестный застройщик. И он очень тщательно проверяет каждую застройщику, чтобы на уровень Московской области не получить еще дополнительную проблему. Давно начал проверять. Ты же раньше не проверял, когда заходила ГТТ Струбино. Я все-таки сам был уверен, когда разговаривал с Остапенко, с этим застройщиком, я все-таки до конца был уверен, что он достроит. Он настолько искусно фантазировал, что у него было все свое оборудование. Я один раз его слышала. Свой бетоно-растворный узел, свое оборудование по производству блоков для строительства дома. То есть он создал достаточно хороший задел производственный на площадке. Но потом раз и убежал. Собрал денег побольше и убежал. У каждого человека... Понимать не могут? Ну, в Америке говорят. Я не знаю точно. Но говорит, что уже там Гринкарту получил. Сейчас же модно русских в Америке привечать. Он еще говорит, что... Неправильных русских, да? Неправильных русских. Он еще говорит, что... Которые Россию обманули, а в Америке... Что он пострадавший от каких-то там к нему претензий к малой национальности России. Ну, такой вот человек. Теперь уже ничего не сделаешь. Ну, идеология от достроя, она у нас есть в голове. Она у нас есть как бы в планах. И оно, конечно же, будет реализовано. Реализовано. Губернатор на последнем строительном часе озвучил идею, что, может быть, выдать компенсационные деньги. Дело в том, что созданы фонды сейчас и в Российской Федерации, и в Московской области. Вот в этом году губернатор вручит ключи 6 тысячам обманутых дольщиков. Вот огромная, огромная цифра. 6 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от того, что губернатор принял решение или по дострою, или как бы выделение компенсационных квартир. Это здорово. Спасибо Андрею Юрьевичу, что он предметно занимается. Поэтому дойдет и до наших ребят обманутых дольщиков как бы своя очередь. Там же есть обманутые дольщики с историей по 15 лет, по 14 лет, по 13 лет, понимаете? А у нас таких нет? У нас пока Турбино. Мы работаем по ЖК Горизонт. Сейчас следующая компания пришла. Мы считаем, что она деспособна и достроена. Но там-то почти достроена дома. Ну почти достроена. Вот нет у него сил достроить. Пришла другая компания, готова взять на суд подряд всю его стройку, достроить и соответствующим образом сдать в эксплуатацию. И просто все. Регулировались законом федеральным все взаимоотношения дольщиков и застройщиков, а мы там как бы сбоку припеку были. А сейчас приходится... А теперь вы оказываетесь... А теперь приходится... В любом случае надо помогать жителям, надо помогать обманутым дольщикам. Есть закон, закон и прав на это. Нет законного права на это. Надо быть с ними рядом и вести от начала до конца все процессы, которые приведут к успеху. Спасибо. Алексей Васильевич, давайте про хорошее поговорим. Мы с вами сегодня еще итоги года-то не подводим. Я надеюсь, мы встретимся, да? А вот рассказать в очередной раз нашим телезрителям о том, как будет развиваться социальная сфера, кроме тех двух школ, которые мы регулярно показываем, на которых вы бываете, это в Медвежьих озерах и в микрорайоне Солнечный. Вы говорили о том, что школ будет 9 и недавно еще опубликовали информацию, что все подтверждено, 7 детских садов в ближайшее время будут построены. Что из этого может стать реальностью? О чем мы будем говорить в новостях в следующем году? Вы знаете, такого объема работы по строительству, по строительству социальных объектов, никто не предполагал. Вот честно. Если мы построили за 4 года 15 детских садов, то как бы и думали, ну все, насытили, не насытили. Оказывается, у нас еще до сих пор есть дефицит в Ясли и есть дефицит с 3 до 7 лет. Поэтому вышли опять же с инициативой, и губернатор принял решение о выделении средств для строительства еще в 7 детских садов. По адресам я могу сказать, как бы, ну мы опубликовали на сайте, они у нас есть, пожалуйста, смотрите. И по 9 школам. Две школы мы уже строим на данный момент. Долгожданную школу в Микровине Солнечном и долгожданную школу в Минежно-Озерском сельском поселении. Губернатор контролирует, каждый месяц мы отчитываемся за строительство этих социальных объектов. И до 2024 года вот еще построим 7 садиков. Ну а до 22 года, до конца 22 года 9 школ. Ну школу вообще вот даже взять на 550 мест, вот будем строить здесь на Шмидта, на набережной. Рядом набережной будет, будет построена школа, вообще это красота, да? Рядом река, набережная, школа. Это второй корпус школы или лицея номер 7? Да, второй школа или лицея номер 7, да, совершенно верно. И мы как бы понимаем, что это здорово, это здорово. Там, правда, мы, как и говорим, там на 500 мест, но будет 1075 мест по проекту. Ну мы знаем, как вот по школе Минежно-Озерской, что мы строим там на 1075, а на самом деле там 450-500 человек могут учиться запросто, потому что есть возможности для того, чтобы было больше класса. Проект это заложен. Вот, и я уверен, что и здесь эта школа будет гармонизировать нашу все, всю нашу как бы социальную сферу. Я еще хочу про социальную сферу продолжить, но про то ее направление, которое называется здравоохранение, которое району сейчас муниципальным властям не принадлежит, поднято на уровень области. Но если сначала были люди недовольны этим фактом, то сейчас, наверное, значительный процент этого недовольства сошел на нет, потому что в больницах и поликлиниках начали такие работы проводить, до которых, ну, просто раньше физически и никак вообще не физически, не технически, не материально возможности муниципалитета дойти не могли. Вот я предлагаю вот еще об этом рассказать. И программа эта продолжается, что не может не радовать. Губернатор взял удар на себя. Он перепричнил здравоохранение на область и приступил к масштабной реализации этого проекта. Правда, это государственная программа, но с областным софинансированием. Тем не менее, по всем практически без исключения объектам здравоохранения идут ремонты, или они уже закончены там, эти ремонты. Конечно, качество от этого здравоохранения, будем говорить, прямо вот, чтобы выиграло, сразу не может быть. Но в любом случае, от того, что было и то сейчас, что стало, конечно же, будет зависеть отношение врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, соответственно, к больным, к посетителям, те, которые вращаются со своими болезнями. Это тоже будет гармонизировано со временем. Но даже взять вот такой объект, как перинатальный центр. Мы сейчас тоже впереди планеты всей порождаемости, несмотря на то, что он для нескольких районов существует. Но в нашем районе мы видим устойчивый рост рождаемости над смертностью. И мы понимаем, что будущее все-таки этого перинатального центра достаточно надежное. И он будет работать для того, чтобы в Щелковском районе демография была самая высокая. Мы очень хотим, чтобы в нашем Щелковском районе как можно больше влюблялись, как можно больше вступали в брак, как можно больше рожали. Поэтому мы все это и делаем для того, чтобы будущее поколение видело гармоничную, комфортную среду. И я уверен, что наши детишки в школах и родители, которые создали семью, они будут работать над тем, чтобы семья была многодетной. Мы даем и участки для многодетных семей. Сейчас еще формируем опять один из полов семейных для того, чтобы те, которые стали многодетными семьями, там порядка у нас их осталось, по-моему, 86 семей не осталось, оно вновь появилось. То же самое их обеспечить. Плюс Звездный городок обеспечиваем. Там Фрязин обращается тоже многодетным семьям, дадим им участки. То есть вот в этом плане, когда что-то зависит от муниципальной власти, мы работаем. Мы контролируем все стройки, мы контролируем ремонты в объектах здравоохранения, строго спрашиваем. У нас такой полномочий дал губернатор. И, соответственно, заставляем делать все это качественно. Да, мы вот показываем. Вроде вот очень даже качественно. Да, спасибо. Скорее всего, фирма Гранд нам делает. Ну вот это в данном случае, да? Отделение урологии. Вы же губернатора туда завели, да? Да, я прошу прощения, что перебиваю, но во все такие проблемные объекты я старался завести губернатора. И если он сейчас приезжает, несмотря на то, что мне после этого не очень комфортно в отношении, я все равно привожу в те объекты, где надо менять. Вот с мостом губернатор 20,5 года назад принял решение, что будет строить мост. И вот в этом году, в конце концов, нашли же средства, чтобы строить. По школам, вот я только что говорил, нашли средства, сейчас будем строить столько школ. По детским садам, нашли средства, будем строить детские сады. По объектам здравоохранения, это вот не заканчивается тем, что... По расселению Первый Советский и Казахстан. Первый Советский переулок, да, завел туда губернатор, говорю, Андрей, что первое, что мне хотелось, стать просто застрелиться, как люди так живут. В больницу завели, вот, пожалуйста. Он обнял какую-то там бабушку, сказал, бабуля, не беспокойся, вас переселят в комфортное жилье. И переселил. Поэтому, мне кажется, что вот эта вся работа, она, конечно, не может сделаться вся сразу. Я вот еду иногда по городу, смотрю на стесной мусор и думаю, боже мой, дорогие мои щелковцы, неужели вы не понимаете, как мы вас любим, как мы хотим, чтобы вы жили лучше, как мы хотим, чтобы вы жили комфортно. Не бросайте, пожалуйста, мусор. Ну, и столько урн поставили, там, две с половиной тысячи на район. Ну, бросайте в урны этот устный. Не надо разбрасывать. Поберегите, вот, детские глаза. Ребенок, он идет, если видит, что вокруг чисто, он никогда не бросит, там, мимо урны бумажку. Если мы не озадачимся все вместе тем, что это все наше, для нас и для будущих поколений, у нас всегда будет, к сожалению, немножко не убрано в городе. У меня нет сил и средств для того, чтобы выделять на дополнительные механизмы, на дополнительных специалистов, чтобы они ходили непрерывно выбирали. Алексей Васильевич, на воспитание надо, и тут средствами тут, наверное, не поможет. Ну, я вот сейчас вот говорю, как бы, с уважаемыми щелканцами, мне хочется сказать им, дорогие мои, пожалуйста, не мусорите. Потому что нам очень хочется, чтобы в городе было эстетически очень комфортно всем. Спасибо. Предлагаю обратную связь включить. Мы с вами в прямом эфире, напоминаю. И у нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, мы готовы вас выслушать. Здравствуйте. Слушаем. И, наверное, слышим. Да, слышим, да, здравствуйте. Алло. Слушаем вас, пожалуйста, вопрос задавайте. Алло. Мы проживаем в городе Шмелка, первый центральный проезд, дом 3. Проживаем в этом доме уже 90 лет. Скажите, когда будут пристраивать школу номер 16? Нас обещали выселить. Ждем. Я не могу сейчас точно по адресу сказать, когда вас будут переселять. Но я буквально неделю назад встречался с инвестпроектом МСК. С строительной фирмой, которая ведет расселение домов. Он обещает, что расселение домов, вот сейчас новый график утвердили, мы обязательно его публикуем, что от этого графика он уже не отклонится, и все ваши дома будут расселены. Я просто по адресу не могу сказать, в памяти у меня не осталось, извините. По пристройке к 16-й школе мы не сняли с него обязанность строительства пристройки. Нет. Это у нас входит как бы в небюджетные источники строительства. И, соответственно, эта школа, пристройка к СОЖ номер 16 на 500 мест, срок строительства будет в 2020-2022 год. Перенесли, потому что поставили основную задачу, все-таки в первую очередь, расселить ветхие аварийные дома. Поэтому ждите, прошу прощения, что немножко оттянули и увеличили сроки расселения по графику. Спасибо. Еще у меня есть короткий вопрос. Возвращаясь немножко к теме здравоохранения, построили автопарковку около перинатального центра, но она закрыта. Почему? Люди просили задать вам этот вопрос. Была непростая ситуация, вы знаете, там был роддом, ее снесли, землю передали, соответственно, в Миномущество Московской области. Сейчас Миномущество передало ее нам, но к этому времени уже парковку построили. Сейчас Миномущество передало нам ее, соответственно, мы оформим парковку как плоскостной объект и передадим в Минздраву. И все, тогда откроем. До конца года постараемся. А кто там будет парковаться, иметь право? Это же решать будет перинатальный центр. Может быть, машин сотрудников, может быть, машина посетителей, но она же будет. Может быть, и те, и те. Может быть, и те, и те. Может, и те, и те, да. Это как бы его имущество будет перинатального центра. Они будут решать там, по-моему, то ли 40 парковочных мест. Не, не, там больше гораздо. Больше гораздо. Ну, значит, какой-то, может, какой-то сегмент, может, дадут для жителей, домов, которые живут там. Хотя мы по улице Шмидта, вы знаете, вдоль набережной, вон какую парковку заложили большую. Поэтому я думаю, что там тоже снимутся какие-то к нам претензии. Там парковочные пространства хорошие. Там и дорогу сделали, и парковочное пространство большое сделали. Я думаю, что там на улице Шмидта будет совсем другая атмосфера с парковкой. Спасибо. Я вам заключительный вопрос задам. Мы уже будем завершать. Вы мне 1 января, 1 января этого года, дали задание, скажем так, продвигать в народ идею раздельного сбора мусора. Я, как могла, старалась это делать и в новостях, и в программе ЖКХ. И сейчас вот про это вас хочу спросить. С 1 января будет новая система. Придет в Московской области будет 7 региональных операторов. Один из них наш, Хартия, который будет обслуживать в том числе Щелковский район. Там будет и раздельный новый порядок, и раздельный сбор мусора они будут, естественно, практиковать. И, в принципе, вся эта работа будет строиться по-другому с этим региональным оператором. Вот можно ваше пояснение и ваш комментарий? Конечно же. Что будет лучше для жителей? Конечно же, хочешь, чтобы все сразу заработало. Нет, все сразу заработало. И синий контейнер заработал, и серый контейнер заработал. В синий, пожалуйста, пластиковый, металл и все остальное. А серый, пищевые отходы, или что-то связанное с пищевыми остатками, ну и те, которые органику имеют в своем составе. Было бы здорово, если бы жители, вот мы проводим постоянно разъяснительные передачи, разговариваем, просим, убеждаем. Было бы здорово, если бы жители пошли сразу по этому пути. Пакетик, органика, неорганика. Мы просто были бы благодарны жителям Щелковского района, если бы они сразу к решению этой проблемы приступили. Тогда бы не было этих огромных навалов. Ведь обидно, до такой степени обидно, когда едешь даже по центральным улицам, какие-то недобросовестные жители решили поменять мебель. Что они делают? Они берут и ночью эту мебель выбрасывают на улицу, прям вот на практически пешеходную часть. Дорогие мои жители, родные, делайте так, чтобы всем было комфортно, а не вам экономно. Ведь поймите, вот за это, за все, чтобы вывести, будет платить бюджет. Бюджет. Как только зайдет хартия с 1 января. Они будут строго вывозить по нормам накопления. И остальное все ляжет на администрацию, и вы опять будете недовольны какой-то сегментарности, недовольны именно тем, что вот на улицах иногда такое, крупноговоритный мусор появляется и возле контейнерных площадок. Дело в том, что каждый гражданин должен понимать, если он меняет мебель, он должен заказать отдельный контейнер, поставить его, загрузить эту старую мебель, оплатить этот контейнер, и его вывезут. Алексей Васильевич, у нас время заканчивается. Так должно быть. Я очень благодарен всем, кто сегодня нас слушал в этой студии. Мне хочется сказать, что в преддверии всех будущих праздников и вообще в повседневной жизни нормальные чиновники, они живут мыслями о том, как вам сделать жизнь лучше, как сделать жизнь комфортнее. По-другому нельзя думать. Или уходи тогда, иначе у тебя сердца нет. Или работай так, чтобы люди видели, что все меняется. Мы будем делать так, чтобы все менялось. Спасибо, Алексей Васильевич. Глава Щелковского муниципального района Алексей Валов в эфире сегодня обещает, что мы будем чаще встречаться в программе «Диалог». Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...